всем привет грибные войска беларуси в лесу в колодищах 13 июля 2024 года есть начало белоножковых подосиновиков есть белые грибы дубовые тоже есть маленькие есть большие все давайте стартуйте в лес смотрите как это было корзина гриба лисички тоже есть бледные и и желтые приятного просмотра так ребят сегодня в колодищах 13 июля идем 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 недалеко под минском это колодище это граница минска так вот зашли в лесочек сразу же нас встречает подосик не знаю хороший нехороший возьмем что ленка скажет спросить любит маленькие такие нераскрытые вроде нормальный так а вот и смена недалеко от этого нашего шлепуна белоножковая смена смена белоножковых подосиновичков один вот второй кстати трава это наша называется как она золотолисник вот золотолисники сидят длинная нога будет визеообразная ножичка почистим их так ну да да белый мне кажется очень-очень упитанным а шляпка к шляпка какого цвета бордовая такая даже давались очень хочется чтобы они были чистые ну так мы не увидим а давай по-настоящему да все давайте второй посмотрим порой бордового шляпы такой сильно коричневый шляпный а вот зря а вот зря я его разрезал надо было доставать блин очередной красавец но соответственно мы знаем какие они красивые ну лисиандры лисички уже сокнут он заворачивается да вот тут вот видно тут есть они немножко раскочегарить листу то можно что-то найти ведь вот сохнет уже лица засохшие видно ободок такой же папоротника папоротник береза как беленький ой не это уже не беленький я уже чувствуешь гименопор советской красивый напор но тут брать нечего уверен полностью вся правда о летних белых рядом подосиночек рядом подосиночек что он нам скажет подосино кстати тоже ноги больше чем наполовину червивые смотрите чистый чистая нога так очередной наш друг любезный не усадрится они через ты мы почти так что можно наверное не срезать можно выкручивать ну шо как не поздравляю ребята молодежь пошла причем чистое чистая молодежь нормально ну что начали понеслась понеслась малыши только вылезли на певец конечно с меня не акции так 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 где видел он еще душечка если не активно зато душа у меня сейчас на распашку были сальцами белоножковые таки оранжевые а рядом таки сосновые какие-то таки так освоить сколько кодек ну что могу обрадовать видеть молодежь есть хорошая молодежь почти шляпа не раскрытая вот такой смотрите смотрите ребята все оказывается есть весует жара 33 34 градуса сегодня суббота 13 20 число предупреждали оранжевое предупреждение вчера пошел хороший дождь вон это мы здорово брать не будем слишком уже переросший малыш будем пальчики брать пальчики блин а сам офигел думаю нет гриба видел пару переростков а тут все-таки пошли они так что понятно было ребята действительно гриб только начинается под осиновик колодище только начинается пошло такие малыши неделю тут сидеть не могли они только за и ночью вылезли за 30 я просто беру его чтобы вам показать все немного было молодых это вообще самый молодой пока ну стоит торчит вот просто понимаете иду он просто стоит такой вокруг ничего он стоит такой и тут главное что не заметить его очень сложно все заметно хорошо вот такой красавица а вокруг ничего этот вам есть скрипицы мухоморы серо-розовые сыроежки очередной белый гименопор вообще замечательный под шляпкой ведь но нога чувствую мягкой мы забираем только шляпы и трудом наверное займемся художественной резкой не придется их по ходу практически выкинуть один запах останется как говорит известный блогер александр горбасевич жара ребята 30 35 33 где-то и трое какой красавицы растут растут под осиновики жару кто бы ничего не говорил 13 13 июля колодище вот видите ребята береза береза и вот как я еще раз люблю говорить это волшебное слово еще один почему я гриб выкручиваю а не срезаю потому что я сюда еще вернусь и хочу чтобы здесь гриба было больше то есть можно срезать здесь тоже появится но немного дольше это будет но немного дольше будет понимаете нога будет еще впитывать себя питание которое отдает грибница и кстати нога между прочим тоже тоже растет без шляпки уже замечал так поэтому я хочу полностью чтобы все вынец и там появилась заново и еще и молодые идем дальше товарищи смотрите что это такое то лужа которую невозможно но возможно обойти но она реальная это 13 июля жара стоит больше 30 градусов не кстати весь мокрый сейчас покажусь мокрая майка полностью все полностью мокрая фитнес как я говорю классный фитнес руки вообще он все мокрые аж блин блестять пойдем дальше еще один белый пробираемся сквозь гущу зелени травы земляники и находим находим боровичок как бы твердый сразу черевел будет так ну что получается получается узнаете очень даже неплохо вполне получается можно даже о нифига что белый гриб и почти чисто это нонсенс хорошо понятно было что это лисички и размер лица рука с ладонь моя это реально белые бледные лисички вот они не очень огромные все выросли никто их не заметил людям обычно нравится большие белые грибы вот вам пожалуйста ребята большой белый гриб зеленый гимнафор уже потрескался ничего хорошего в нем уже нет но это по лету да по осени конечно это было бы интересно но летом ребята такие грибы собирать я вам не советую ничего там одни червяки это ходящий бутуризм подтверждение слов сразу пол ноги видим она еще сверху вот эту часть можно было бы найти что нибудь здесь тоже ничего интересного здесь подрезать это что-то можно это есть сушить кстати не советую сушить белые грибы червивые поточенные объясню попозже так попозже себя долго не заставила ждать вот опять же белый переросток здоровый которому уже ну который уже не пригоден к пище даже если его посушить сейчас нож возьму даже если его посушить то понимаете не сам факт страшен то что там червяки будут но червяков тут может и не быть но они есть равно то есть червяки как говорит вишневский это так можно есть как говорится там белок туда-сюда да но сейчас лисичка у нас бледная лисичка но говорит самое страшное это то что вот если вот именно точечки поточены что там могут быть отложения яиц червяков то есть их искременты и все остальное которое именно может вызывать бутуризм а вот лисичка лисичка наоборот если ее принимать каждый день то есть утром две штучки и вечером две штучки на именно сырые натощак то они могут в течение 10 дней я думаю даже неделю хватит то они могут выводить именно глисты ну лес такой береза видите орешник где-то осинки попадаются сейчас под осинки посмотрим еще так вот у нас очередные вернее очередные следом идут подберезовики молодые красивые так вот продолжим некоторые могут сказать что допустим что а как же ну термообработку проходят боровики которые белые грибы которые уже поточены проходит термообработку но не забывайте что термообработка сушилки 60 градусов максимум поэтому это не та температура которая может на самом деле убить скажем так бутулизм ну другая более хорошая термообработка ну лес такой видите да сразу резю по шляпу сразу чик и не зря и не зря потому что на самом деле здесь тоже проблемы есть гиминофор желтый может что-то здесь и нарисуем здесь сушить как бы можно видите шляпа чистая так ну вот пришло время млечниках млечники плохо их видит но вот видно вот они муши все начинается так вот они начинаются млечники молоча или как называется скоро грузди надо смотреть белые грузди где должны пойти уже настоящие не скрипится а именно настоящие белые грузи с бахромцой такие и с салатовым таким млечным соком белые белые бесполезные совершенно полезное так вот еще то же самое могу сразу вам сказать ух ты нормально ни фига что не ожидал но это все бабки не ходи валуёв очень много валуёв и скрипицы так а у подосиновичек очень много валуёв и скрипицы вообще скрипицы сегодня видел наверно не знаю штук 300 400 наверно так подберезает но мы его брать не будут так для форма покажу что есть вот много млечники уже говорил появились моя муха серо-розовая мухоморы белый гриб обычно обходим мимо надо подрезать немножко еще надо давайте посмотрим все таки ну в принципе в принципе вот это уже более-менее сейчас оконцовку ножки подрежем там останется нормальная скажем так едабельная часть гриба ну вот такой у нас грибосбор сегодня подосиновики белые но белые только шляпы лисички бледные лисички обыкновенные желтые колодище 13 июля жара смотрите майку снял жара вообще не светло все приятных вам грибосборов приятного вам лесного фитнеса грибные лиска беларуси оставайтесь с нами каждую неделю грибные лисички бледные 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 лиски бледные лиски бледные лис